Ну, тяжело играть, когда ты уже на 10-й минуте остаешься в меньшинстве, а на 20-й и еще одного игрока удаляют. Получается, какие-то моменты, которые ты готовишь перед матчем под соперника, все на смарку. Из-за отрицательного, то что проиграли, а из-за положительного, то что игроки приобрели определенный опыт, играя большую часть времени в обороне, дисциплинированно, самоотверженно. То есть это говорит о том, что у игроков, у команды есть определенный характер. Но выжили максимум. Я считаю, что у соперника не было больше явных моментов. Компактно, структурно играть было очень тяжело. Но при этом мы еще могли создать проблемы сопернику. Было несколько подходов, моментов, где мы могли забить. Ну, счет справедливый, результат справедливый. Поэтому будем тренироваться, будем развивать игроков. Комментарий короткий. Мы рады, что взяли три очка. Более-менее хороший первый тайм и безобразный второй в нашем исполнении. Полное отсутствие игровой дисциплины. Молодых парней с Акрона могу похвалить. Потерпели, ждали шанса. Ну, конечно, в девятером сложно это сделать. Но они могли зацепиться за ничью. То есть они молодцы. Старались играть. Сама отдача на пределе. Поэтому я за это могу их похвалить. Что скажете, после двух удалений вообще стало ли сложнее играть против команды, которая закрывается? Или же, наоборот, это упростило вам игру? Мы знаем, как играть в позиционной атаке. Опять же, в первом тайме какими-то моментами мы выполняли требования, которые есть в позиционной атаке. И моменты были. То есть и вскрывали оборону. Не получилось забить второй мяч, чтобы успокоить игру. Во втором тайме полностью просто непонятные действия команды во втором тайме. Будем разбираться. Но в первую очередь это отсутствие игровой дисциплины.